Это моя племянница. Она приехала сюда, когда ей было всего годик. Я еще помню, когда она приехала, такая белокурая, красивая девочка, ей всего было годик. И очень была милая, росла на наших глазах, можно сказать, вот эти все 20 лет. Ей сейчас бы было уже в сентябре, уже было бы 21 год. Пятницу мы были у нее на браке. Это была небольшая такая свадьба, но в очень таком уютном тихом месте, прямо на улице. Что я, как тетя, я заметила, что она пыталась быть такой радостной, вроде бы веселой, но в глазах у нее была такая печаль. Вот что я просто своих, ну как бы, дочерей спрашиваю, говорю, мне кажется, что вот у Нади почему-то как-то сейчас очень, как бы, внутри очень много боли и переживаний, я говорю. Я даже, ну не знаю, с чем это связано как-то. Но она пыталась, как бы, и улыбаться, и так вроде бы со всеми такая была хорошая, но, наверное, все-таки в сердце своем она чувствовала, что это, как бы, может быть, как раз-таки, можно сказать, вот этот день свадьбы. Это был ее последний день, когда она прощалась, можно сказать, и с нами, со всеми как родственниками, и так же самое со своими родителями, потому что после свадьбы уже практически ее никто не видел. Так как они уехали сразу после свадьбы в гостиницу, и потом с гостиницы они в воскресенье где-то в обед выехали уже туда на ханимун, они хотели поехать в Калифорнию, значит, провести там как свой этот ханимун. Не доезжая города Юрика, это, можно сказать, прямо там уже где-то под этим небольшим городком, они ехали, это было 9 часов вечера, и, ну, уже в 9 часов это уже стемнело, тем более это если как в лесу они проезжали, и выбежал олень на дорогу. И, возможно, ну, так мы представляем себе уже, как бы догадываемся, что она была как раз за рулем, они поменялись с мужем, он пошел на заднее сиденье лег как бы отдыхать, спать. А с ней рядом еще была тетя, которую они должны были отвезти туда же, в Калифорнию, которой они и ехали, как бы, чтобы провести свой ханимун. И в этот момент, значит, на этой скорости она, возможно, резко поворачивает руль, чтобы не ударить оленя. Ее начал крутить, ударила в бордюру, потому что как раз в это время, ну, они были на том месте, где въезжает, как раз была въездная дорога, и бордюра большая была, она ударяется в эту бордюру, ударяется еще в одну, как бы по другой стороне, и пошла, как бы, в этот, в кувет. И рядом, сзади машина, которая ехала, недалеко, они, значит, они до конца сбили этого оленя, когда машина их не пошла крутиться, и вот они, можно сказать, это все видели, и с их слов, вот это мы все знаем, что Надя, это она сразу насмерть была, вот это убита. Муж ее сломал ногу, ключицу, а тетя, в общем, тоже в очень тяжелом состоянии, у нее разломан череп был, но они все живые, сейчас уже мужа выписали, а тетя еще в критическом состоянии. Под конец свадьбы она хотела спеть псалом для мамы, и просто она, как бы, спускалась со ступенек, так и она пела о маме, но это было на английском языке, я не совсем все поняла, как бы сказать, но это была такая именно, как бы, песня о том, что многие всех считают героями, как бы сказать, тех, кто спасал кого, кто проходил эти, ну, как бы сказать, а я считаю, что моим героем это являешься ты, мама, ты столько раз меня поднимала, ты столько раз мне помогала, когда я была в отчаянии, когда я была ребенком, значит, и когда я была, проходила трудное время, это ты была, знаешь, это была, ну, такая песня, которую я первый раз слышала, может быть, удастся нам ее потом найти, но факт тот, что когда она подошла к маме, она просто, ну, я знаю, что многие невесты, как бы, прослезятся, плачут, ну, ну, не настолько, она просто разрыдалась, она настолько сильно расплакала, что все женщины, которые были там на свадьбе, мы тоже все расплакались, потому что это было, это действительно ее душа, наверное, чувствовала, что это последний, последний, как бы сказать, ну, момент, да, когда она могла с мамой со своей просто сказать ей спасибо и попрощаться с ней, и там еще такие интересные слова были, что, а вот сейчас, ну, эта маленькая девочка, которую ты вырастила в белом платье, уходит из твоего дома, как бы, ну, она планировала, конечно, что она уходит, значит, в свою личную жизнь, значит, это, а получилось так, что это было уже, как бы, навсегда.